Добрый день дорогие друзья, с вами Ольга и я рада вас снова видеть на своем канале Гармония каменистого садика. Сегодняшний видеоролик для тех, кто любит хвойные растения. И я расскажу об одном очень интересном карликовом сорте пихты корейской. Называется она Кахоутс Айсбрекер. Вот такое на первый взгляд сложное название сорта. А назван он так, благодаря своему немецкому селекционеру Кахоуту. Ну а если попроще, то пихта называется просто ледокол Кахоуту. Если посмотреть на этот кустик, то он с виду похож на небольшой шарик, припорошенный снегом или льдом. Такой эффект создается из-за хвои, которая загибается вверх и показывает свою белую сторону игл. А еще обратите внимание, как плотно друг к другу растут ее веточки. Крону настолько густая, что вот такой толстенький и коренастый стволик почти не видно. Он скрывается за серебристыми веточками. Поверхность пола у него гладкая и светло-коричневого цвета. Но посмотрите, вот с возраста могут появляться на ней такие небольшие складочки. И в общем-то это нормальное явление. Пихта напоминает мягкую подушечку. Так как если потрогать ее, то ее короткие иголочки очень нежные на ощупь. В начале апреля у пихты начался вегетационный период. Сначала у нее набухли почки, затем начали постепенно распускаться, сбрасывая вот такие чешуйки. И затем начался постепенный рост побегов. Посмотрите, какие они интересные по форме. В виде вот таких конусов или, можно так сказать, маленьких белых пирамидок. По своим характеристикам эта пихта считается морозоустойчивой. Но я в первые годы в своем саду молодые посадки все-таки укрываю на зиму. Сажать этот кустик можно и на солнечное место. И в принципе ему нравится и полутень. Главное не с ветреной стороны. Почву он предпочитает плодородную и слабокислую. И так как он адаптирован к условиям климата Ленинградской и Московской области, то я думаю, что с зимовкой проблем быть не должно. Планирую посадить его либо на горку среди камней, либо в ракарий. И в общем-то, благодаря его компактной кроне он будет везде хорошо смотреться. А растет эта пихта очень медленно, высотой не превышает 60 сантиметров. И за 10 лет вырастает всего на 40 сантиметров. Эта пихта считается долгожителем и живет до 300 лет. Вот такой долгий срок жизни у этого растения. В последнее время я стараюсь в саду сажать карликовые сорта хвойных, так как они не занимают много места и не затеняют сад. И их очень удобно укрывать на зиму. В течение 5 лет я обзавелась уже небольшой, но, на мой взгляд, неплохой коллекцией хвойных разных сортов. Начинала я с обычных маленьких елочек из леса, которые ежегодно формировала, а сейчас мне уже хочется приобретать что-то необычное и компактное. Так что, дорогие друзья, скоро должна прийти мне посылочка с саженцами хвойных растений из питомника Оптхоз. Я у них уже заказывала в том году и посадка была летом. Призимовали они хорошо. Ну и последнее, что я хочу отметить. В общем-то, все сортовые хвойные растения очень красивы, но цена на них все-таки высоковата. На этом, дорогие друзья, все. С вами была Ольга и скоро встретимся в моем каменистом садике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова